Сегодня мы уделим время покровительнице женского монашества на Руси, преподобной Ефросинии Полоцкой. Будущая преподобная Ефросиния, игуменья Полоцкой, родилась в самом начале XII века. В миру звалась Предслава и была дочерью витебского князя Георгия Всеславича. Она была образована и весьма красива лицом, так что, когда ей исполнилось 12 лет, многие славные князья просили отца Ефросинии отдать ее замуж за своих сыновей. Но отраковица никак не соглашалась на замужество, потому как посвятила себя бессмертному жениху небесному, Господу Иисусу Христу, Сыну Божию. Все помышления преподобной были устремлены к Богу. Однако отец Ефросинии решил выдать ее замуж даже против ее воли. Когда Ефросиния узнала об этом, то тайна от всех ушла в женский монастырь к блаженной игумене княгине Романе и начала усердно просить постричь ее в образ иноческий. Блаженная же Романа долго не соглашалась на это отчасти из-за юных лет Ефросинии, а отчасти из-за страха перед ее отцом. Поэтому Романа советовала ей вступить в мирскую жизнь, говоря, что она еще столь юна и столь прекрасна лицом. Но, испытав девицу и убедившись, что Ефросиния имеет твердое намерение постричься для сохранения девства и приобретения Царства Небесного, а также, что Ефросиния питает великую сердечную любовь ко Господу Иисусу Христу, Романа приказала бывшему в ее обители священнику постричь предиславу и облечь ее в ангельский образ. При этом юной княжне было наречено имя Ефросинии. В монастыре преподобная Ефросиния пребывала в постоянном посте и молитвах и вместе с прочими инокинями исполняла все монастырские труды, подчиняясь всем с великим смирением. Спустя некоторое время, по благословению полоцкого епископа Ильи, она стала жить при Софийском соборе, где занималась переписыванием книг. Около 1128 года епископ Илья поручил преподобный устроить женский монастырь. Отправляясь в сельцо, место будущей обители, подвижница взяла с собой только святые книги, все свое имение. В новоустроенном Спасопреображенском монастыре святая обучала девушек переписыванию книг, пению, шитью и иным ремеслам. В 1161 году ее усердием был построен собор, сохранившийся до нашего времени. Преподобная Ефросиния основала также Богородицкий мужской монастырь, в который, по ее просьбе, константинопольский патриарх Лука послал список с чудотворной эвпесской иконой Божией Матери. Незадолго до смерти преподобная Ефросиния с племянником Давидом и сестрой Евпраксией отправилась в паломничество по святым местам. Поклонившись святыням Царьграда, она прибыла в Иерусалим, где в русском монастыре Пресвятой Богородицы Господь сподобил ее принять мирную кончину 24 мая 1173 года. Не позднее 1187 года тело святой перенесено было в Киево-Печерский монастырь, а в 1910 году мощи перенесены в Полоцк, в основанный ею монастырь. Но недолго пробыла в своей обители преподобная. Согласно постановлению Народного комиссариата юстиции РСФСР, 13 мая 1922 года рака с мощами преподобной Ефросинии была вскрыта. В заключении врачебно-научной экспертизы указывалось, что труп мумифицировался вследствие благоприятных почвенных условий. После вскрытия мощи отправили на атеистическую выставку в Москву, а оттуда в Витебск, где их держали в качестве экспоната местного краеведческого музея. Дорогоценная рака была реквизирована вместе с другими ценностями обители. Промыслом Божиим во время немецкой оккупации верующие перенесли нетленные останки преподобной в Свято-Покровскую церковь Витебска, а 23 октября 1943 года мощи возвратились в Полоцкий Спасо-Ефросиниевский собор. Один из участников этого события вспоминает, Поздним вечером из Витебска в Полоцк пришел вагон с мощами Святой Ефросинии. Несмотря на комендантский час, когда жителям запрещалось выходить на улицу, комендант разрешил двум священникам и четырем мирянам проводить мощи с железнодорожной станции в собор Святой Софии. Уже была ночь, когда мы с трудом возложили стародавний дубовый гроб-колоду на устланную коврами повозку. Впереди и позади нас шло подбое немецких солдат, которые то ли следили за нами, чтобы мы не совершили какой-либо диверсии, то ли охраняли нас от встречных немцев. Мы шли за повозкой и пели стихиру «Веселись, монастырь Спасов, и светло ликуй, земля полоцкая!» На следующий день состоялось перенесение мощей из Софийского собора в церковь Спаса. Фронт находился в 36 километрах от Полоцка, поэтому вначале комендант позволил, чтобы процессия состояла из двух десятков человек. Позже согласился на большее. Вместо многочисленных священников шли в своих пасхальных ризах только отцы Антони и Модест. Небольшой девичий хор Софийского собора пел «Днесь светло красуется дивный град Полоцк!» И это, надо еще раз отметить, происходило в оккупированном немцами городе. 25 октября 1943 года впервые после 25-летнего перерыва у мощей преподобной в основанном ею монастыре была отслужена божественная литургия. Но еще не скоро был возобновлен монастырь. Лишь в 1992 году выселили последних жителей из братских корпусов. Началась реставрация соборов монастыря. Посажен был фруктовый сад над огромной братской могилой, в которой лежат тела расстрелянных, им же не с числа. Преподобная Мати Ефросиния, моли Бога о нас.